Господа, всем здрасте! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор о чемпионате мира в Катаре, который, к сожалению, не радует нас каким-то искрометным футболом, не радует нас большим количеством забитых мячей. И сегодня, в заключительный день вот этого первого тура группового этапа, мы получаем крайне незабивные, скажем так, матчи. Можно сказать низовые, используя терминологию букмекеров. Сперва минимальная победа швейцарцев в матче с Камеруном, ну а потом уругвайцы и корейцы раскатали что-то не совсем понятное с футбольной точки зрения. Казалось бы, полным-полно звезд на футбольном поле и многие даже говорили о том, что здесь впервые столкнутся по разные стороны баррикад настоящие такие вот суперзвезды европейского масштаба. С одной стороны Хион Сон Мин, с другой стороны легендарный Суарес, Вальвердо и все остальные. И многие ждали здесь какого-то пиршества, яркого атакующего футбола, потому что мастеров хватает и там, и там. Но в результате очень осторожная, скромная такая по событиям игрушка, которая вряд ли кому-то запомнится по окончании этого чемпионата. В общем, давайте разберем очередную малособытийную встречу. Но сперва хотел напомнить вам, что наш спонсор это компания Балтбет, и она предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2,5 тысячи, ничем не рискуя. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вы получите 3 бесплатные ставки, 3 фрейбета. По каждому можно выиграть до 2,5 тысячи. Ну что ж, давайте перейдем к составам, потому что сейчас интересно, конечно, смотреть на Уругвай с точки зрения смены поколений. Потихонечку уходят в прошлые легенды, потихонечку заканчивают карьеру некоторые ведущие исполнители, там, Лугану, Фарлан. Однако некоторые, напротив, держатся по-прежнему молодцом и по-прежнему играют, в том числе и в стартовом составе сборной. Поэтому здесь, с одной стороны, кто-то остался с прежнего поколения, с другой стороны, появляются и новые герои. Что, конечно, интересно смотреть на вот этот сплав молодости и опыта, когда постепенно, вот так, потихонечку команда обновляется. Но при этом сохраняет и определенную традиционность. Вот, например, на воротах. Нету Муслиеры. Появился новый, можно сказать, голкипер для нас, Серхио Рочетт. Касательно обороны тут напротив. Все предельно консервативно. Година Хеменес. Прекрасно сыгранная связка по Атлетико снова вместе, но теперь уже в сборной. Касарес на правом фланге. Сколько ему лет, мне уже страшно вспоминать, как и Годину. Но ребята по-прежнему здесь, как и Оливейра. Центр поле напротив. Обновился. Тут ребята относительно молодые. Бентанкура, Виссино, Вальверде. Вот, наверное, самая такая модерновая связка, где действительно много новых людей. Ну и в атаке. В атаке смесь старого и нового. Здесь Суарес на острие. При этом появился рядом молодой Нуньес из Ливерпуля и молодой Пельестри из Манчестер Юнайтед. И если Нуньес, окей, тут понятно. Дарвин Нуньес. Это звезда, с которой связывают большие надежды, которые уже худо-бедно начинают что-то там показывать в Ливерпуле после тяжелого периода адаптации. И тут понятно, что он должен играть с первых минут, но Пельестри. Человек, который за Манчестер Юнайтед провел в этом сезоне одну встречу. Игрок, ну, который сейчас, скажем так, откровенно не тянет. Уровень манкунианцев и по большей части считается молодым и подающим надежды, который, может быть, когда-нибудь выстрелит. И тут он выходит с первых минут. Неожиданное решение от нового, кстати, главного тренера Уругвая Диаго Алонсо. Диаго Алонсо, который, кстати, в свое время играл с половиной вот этого состава уругвайцев в предыдущих созывах сборной. Неплохой, кстати, нападающий был. Был на подмене у Фарлана, Кавани и Луиса Суареса. Ну, а сейчас того самого Кавани и Суареса он уже тренирует в качестве наставника. Ну, знаете, тот самый случай, когда сборная настолько ветеранская на некоторых позициях. И столько здесь осталось старичков-разбойников, что они могут, в принципе, с тренером на «ты» общаться. Потому что совсем недавно вместе играли. Ну, и хотелось бы отметить, что таким образом Алонсо, конечно, обновляет команду после Табареса. Он, с одной стороны, пытается подтянуть новых игроков. И тот же самый Пельевский, это такой неожиданный шаг. С другой стороны, остаются и ветераны. И мы понимаем, что в дальнейшем, скорее всего, ветераны многих молодых вытеснят. Например, Кавани, который здесь вышел со скамейки запасных. Ну, скажем так, он сейчас не в лучшей форме после определенных проблем с физикой и с травмами. И поэтому он не готов на 100%, но дальше, мне кажется, он того же самого Пельестри на скамеечку-то посадит. Как и некоторые другие ветераны, которые тоже, может быть, поборются за место в составе. Ну, не знаю, там, Диарас Каэто тот же самый или еще кто-нибудь. Может быть, Куатес подтянется в обороне или в опорной зоне, где он тоже может играть. В общем, посмотрим. Уровгва это такая команда, которая пока что пытается, с одной стороны, обновляться, а с другой стороны, балансировать между молодостью и опытом. Что касается корейцев, тут, конечно, главный вопрос, насколько сейчас хороший, насколько сейчас силен Хён Сон Мин, который является главной, конечно, надеждой команды. Что касается остальных позиций, Кю на воротах. И, кстати, да, самая забавная, это действительно ситуация, ну, в чем-то уникальная, хотя для корейцев, наверное, привычная. Галкипер и четыре защитника, все они Кимы. Да, только не Ким Ирсен и не Ким Чен Ины, это южнокорейские Кимы, которые составляют костяк в виде обороны и вратарской позиции. Но, как мы знаем, Кимов очень много в Корее, поэтому здесь, ну, вот такая уникальная ситуация, тезки повсюду в оборонительной позиции. Зато остальные зоны куда лучше закрыты с точки зрения разнообразия, и причем здесь есть серьезные ребята, знакомые по выступлениям в Европе, Хван Инбем, Хён Сун Мин тот же самый. Поэтому, да, здесь, конечно, есть серьезные парни, есть серьезные исполнители, но в целом, в целом, конечно, здесь были фаворитами уругвайцев в плане качества подбора игроков и всего остального. И то, что у корейцев есть такая одна ярко выраженная суперзвезда, это, конечно, выносило определенные, так скажем, корректировки в тактику и той и другой команды. Разумеется, корейцы надеялись на Хён Сун Мина, на то, что он что-нибудь создаст, но уругвайцев, в свою очередь, были максимально сосредоточены на том, чтобы закрыть звезду из английской премьер-лиги. Таким образом, к сожалению для Суна, матч выдался очень тяжелым, потому что его максимально плотно опекали, максимально активно его били по ногам. Здесь ему было чертовски тяжело, и, ну, говоря по факту, при всем уважении к Хён Сун Мину, он пока что не показал всей своей мощи. Впрочем, как и уругвайские звезды, которых тоже прикрывали очень активно. Все-таки корейцы славятся своей дисциплиной, своей организацией футбола, и здесь следует признать, что корейцы, насколько это возможно, перекрыли кислород тоже уругвайской звездной атаки. Потому что это все-таки отличительная черта сборной Кореи, прессинг, компактность и так далее. Поэтому здесь, с одной стороны, корейцы очень неплохо блокировали соперника, с другой стороны, у них мало что у самих получалось в атаке, потому что Суна, главную движущую силу впереди, здесь тоже достаточно плотно опекали и блокировали. В итоге мы, как я уже сказал, получили крайне мало событийный матч. В первом тайме моменты еще худо-бедно появлялись, да и тут тоже была своя специфика. Ну, например, то, что уругвайцев самые опасные моменты были либо со стандартов, когда Годзина угодил в перекладину, либо в редком случае, когда уругвайца смогли вылететь в скоростную атаку на свободной зоне и что-то более-менее смогли создать. И эти моменты, они показательны, они лишь подчеркивают, что в позиционном наступлении, а уругвайцы больше владели мячом и старались играть все-таки первым номером, в позиционном наступлении у них возникали трудности против такой организованной и плотной корейской команды. Разумеется, уругвайцы могли рассчитывать на индивидуальные таланты того же самого Вальверде, Луиса Суареса, но, как я сказал, значительную часть звезд здесь более-менее прикрывали. И, кстати, это привело к тому, что Пельгестри, вот этот молодой парнишка из Юнайтед, который воспринимался здесь чуть ли не как слабое звено в команде, он тут смог показать себя как раз в чем-то даже поинтереснее, чем многие более звездные партнеры по уругвайской атаке. В результате мы наблюдали такое вот тактическое сумо, такое вот, знаете, позиционное месиво с периодическими опасными моментами, которые возникали очень редко и возникали не вследствие каких-то суперкомбинаций, а либо со стандартов, либо потому что кто-то там немножко расслабился, там пропала концентрация, и вот, пожалуйста, там уругвайцы выпад сделают, корейцы и так далее. Может быть, это и повлияло на второй этап, где моментов стало еще меньше опасных, и здесь вообще очень сложно что-то вспомнить, кроме концовки, где вот Вальверде на индивидуальном мастерстве смог отклеиться от опеки, нанести удар, попасть в штангу. То есть вот, пожалуйста, опять к вопросу о том, что только за счет стандартов, каких-то индивидуальных ошибок корейцев, когда они расслабились, либо за счет индивидуальных талантов своих суперзвезд, уругвайцы что-то там более-менее создавали впереди. А так, в плане позиционной атаки мы ничего толком не увидели, и здесь следует признать, что корейский футбол, вот этот плотный, атлетичный, замешанный на физике, сумасшедшем прессинге и всем остальном, он оказался очень серьезным антиподом для уругвайской команды, который все-таки, так или иначе, опирается на ветеранов, на возрастных игроков. Суаресу в лучшие годы, может быть, было и легко отклеиваться от защитников сборной Кореи, условно говоря, но сейчас в его возрасте уже тяжелее, как и Ковани, который вышел со скамейки запасных. Так что в данной ситуации, ну, как бы это сказать, уругвайцы просто не справились с такой вот плотной обороной, и за исключением нескольких эпизодов ничего толком не показали. Да и, будем откровенны, не хватило в каком-то смысле и глубины состава, для того, чтобы во втором тайме, возможно, додавить этих самых корейцев. Потому что, когда у вас последней, чуть ли не решающей заменой, выходит Варрелла, тот самый, сбежавший из Динамо, причем выходит вместо атакующего Факунда Пельгестри, того самого молодого парнишки, но это говорит о многом, это говорит о том, что у вас все-таки не так все здорово в плане глубины обоймы. Да, там есть, опять же, ветераны, там есть знаковые личности, не знаю, там Торейра, тот же самый Макси Гомес, Араскаэта, но все они сейчас, наверное, находятся не в самом лучшем состоянии, все они сейчас немножко на спаде. Не знаю, Макси Гомес не смог показать себя в Валенсии, Торейра вообще последнее время скитается по командам, поэтому здесь во втором тайме Уругвай оказался еще и неким толком, скажем так, добавить, прибавить и усилить свою команду. В сухом остатке очень скучная, сухая игра, с редкими какими-то включениями и редкими событиями, одни бодались и брали свою физику, и другие не могли напрячь свои старческие силы достаточно, чтобы взломать оборону соперника. А полузащита, ну, я сказал, что это относительно молодая позиция, но кто тут есть? Бентанкур и Висина, это скорее работяги, нежели созидатели. А Вальверде, ну, Вальверде одного оказалось недостаточно, чтобы вскрыть оборону такого неприятного и организованного соперника. В итоге 0-0. 0-0.